От мечты до воплощения. В ноябре отмечается Международный день женского предпринимательства. Как стать самому себе начальником? Успешные женщины-предприниматели поделились с нами секретами развития своей карьеры. Тему продолжит Наталья Дуркина. Как и все, Светлана была рядовым сотрудником обычной организации, а в качестве хобби делала прически своим знакомым. С каждым разом у девушки все больше появлялось желание перевратить свое хобби в постоянную работу. Мне кажется, что это мое. Я никогда ни разу не пожалела о том, что я ушла из офиса, стала работать на себя, ушла именно в творчество, потому что первоначально я не понимала, как это будет происходить, как можно на этом заработать и как дальше жить. Но все изменилось. Некоторые годами вынашивают мечту стать самому себе начальником, прежде чем она принесет первые плоды. У Светланы же уже было представление о том, что она хочет, какой именно будет дизайн будущего салона. Но были и небольшие трудности, с которыми столкнулась стилист. Это доставка мебели и материалов в Наринмар. Трудности максимум доставляли это. В Наринмаре мало что можно купить из мебели, из стройматериала. Поэтому приходилось ждать зимника, заказывать. То есть ремонт продлился какое-то время, даже уже в момент открытия. Светлана Миклина открыла свой салон в ноябре 2019 года. Как раз незадолго до пандемии, которая изменила не только жизнь жителей всего мира, но и осложнила работу малого и среднего бизнеса. На самом деле, наверное, было бы тяжелее, если бы я была незарегистрированным индивидуальным предпринимателем, если бы я работала на дому. Поэтому поддержку бы я вообще никакую не получила. Но все равно было сложно. Было сложно, потому что студия моя не работала все эти месяцы, когда были закрыты заведения, рестораны, ЗАГСы, свадьбы отменялись. Было очень тяжело. Несмотря на тяжелые ковидные времена, Светлана осталась не только верна своему делу, но и помогала начинающим предпринимателям осуществить свою мечту. Ко мне поступали вопросы, то есть именно интересовались, как я открывала, что по документам, куда я обращалась, какие документы подавала. Такие вопросы, конечно, поступали. Где заказывала, как доставляла, это все есть. Мы сотрудничаем все на Ринмаре, то есть это не конкуренция. В этом, мне кажется, бизнесе и нет конкурентов. Здесь все должны работать вместе. Где-то мы взаимозаменяем друг друга. История мастера депиляции Ольги Дониско началась еще в 2016 году. Тогда девушка забеременела первой дочерью и стала задумываться о том, как заработать, находясь в декрете. И тогда мне и пришла идея, что нужно овладеть, обучиться чем-то именно для девушек. И тогда я решила, что я хочу заниматься именно депиляцией. Отучилась и пока что принимала знакомых, подружек, сестер и тому подобное. Когда уже клиентская база стала больше, Ольга решила зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и ушла с основного места работы. Открыла свой салон и в команду набрала еще трех мастеров. Дела шли гладко, пока не наступили ковидные времена. Ну, на самом деле было очень сложно, потому что многие записи отменялись из-за ковида. Потому что мы относились достаточно очень серьезно, не принимали людей с какими-либо признаками ОРВИ и ОРЗ. Но вот потихонечку, с соблюдением всех мер, маски, градусники, антисептики, все, что нужно, мы все выполняем. Благодаря стойкости и выносливости мастеров салон выстоял и остался, так сказать, на плаву. В чем секрет? В поддержке самых близких. Для Ольги этим человеком стал муж. Именно он сподвиг ее начать карьеру и стать первым мастером депиляции в Наринмаре. Секрет успеха, наверное, в поддержке. Потому что когда я только начинала, меня поддерживал муж. Муж сказал, что Оля, ты сможешь, Оля, давай, Оля, я все оплачу. Ты только работай, воплощай свою мечту. И даже после появления второго ребенка мне тоже так же помогал очень. В 21 веке женщины-предприниматели – полноценные члены бизнес-сообщества. Около трети субъектов малого и среднего бизнеса в России работают под их руководством. В собственном деле проявляется сильный женский характер. Благодаря ему преодолеваются трудности, без которых бизнес сложно представить.